Есть люди, которые понтуют со своей работой, и когда они ее теряют, то они говорят, что на менее престижную они не пойдут. Так вот, я не из тех. Я не понимаю таких людей. Если надо, я буду работать где угодно, на любой законной работе. Я никогда не понтовался тем, что я был инженером и руководителем. Я готов работать на любой работе. Любой труд достоин уважения. Да, я работал инженером, это была руководящая должность, и после переезда в США я начал жизнь с нуля. Я готов был работать на любых работах. На любых законных работах, разумеется. Но у меня нет этого, что я был инженером, я не пойду на менее престижную работу. Да нет, у меня этого никогда не было. Если инженер из России готов работать кем угодно в Америке, но только не возвращаться назад, это о многом говорит. Верно? И таких людей очень много. Люди были руководителями в России, но они готовы мыть полы, готовы мыть посуду, драить унитазы, но только не в России. Все здесь чего-то начинают. Вот знаете, некоторые люди говорят, вот я не пойду на такую-то работу, я не пойду на такую-то работу, это для меня совсем не тот уровень. Я никогда таких людей не понимал. Я, если надо, я пойду на любую работу. Я работать привык. Я с 18 лет работал на двух работах. А вот эта фраза по поводу того, что я брожу по улицам. Да, я много хожу. Я всегда много ходил. А что, телепортироваться надо, что ли? Вы, если только на машине передвигаетесь, вы туда что, прыгаете, что ли? С разбега? Или как? Я очень люблю ходить, гулять, я много хожу. И да, я считаю это развитием. Я живу в Америке, я разговариваю на американском английском языке. Я работаю в американской компании. Это развитие, действительно. Люди, которые говорят на двух и более языках, отодвигают Альцгеймера. То есть, я буду здоровее. А вот эти вот понты, ой, я в России был инженером, я не пойду на нижнюю должность. Вот мне это не говорите, ладно. Вот я вообще не считал никогда смыслом понтоваться такими вещами. Я пойду на любую работу. Если нужны деньги, надо работать, я пойду на любую работу. Ничего страшного. Я не боюсь работать. Меня невозможно задеть этими словами. И еще раз напоминаю, что я уехал из России не из-за денег. У меня был неплохой доход в России. Дело не в деньгах. Я живу в США. В стране, где соблюдается права человека, закон и конституция. Где я понимаю, что государство во мне заботится. И пандемия это показала. А деньги я везде заработаю. У меня мозги есть, руки есть.